итак привет youtube всем доброго времени суток сегодня поговорим о ноже 50 который по факту является немного уменьшенной копии ножа кастом на эффекторе т90 дизайна алексей каныкин и первым делом расставим точки над и с игрой цифр в названии как часто бывает а зря официальной версии нет но есть легенда которая передается из уст в уста но при этом все равно остается легенда а почему говорю зря потому что именно отсутствие информации и является стимулом для появления слухов и главное что этому может быть всего три обоснования первое компании кастом на эффекторе такая ситуация по каким-то причинам выгодно и поэтому она не предпринимает никаких действий второе компания об этом не знает и в эту версию я не верю и третье люди отвечающие в компании за маркетинг согласно информации на сайте этими людьми являются анастасия кулыгина и михаил кулыгин не знают что с этим делать и в это я тоже не верю поэтому говорю о первом пункте компании такая ситуация выгодна почему версии может быть несколько некоторые из них я озвучил в моем видео реплики ножей маркетинг или подделка ссылка приложу в описании а также скажу что не за горами вторая часть этого видео и уверен она будет еще интереснее поскольку после выхода первого видео во первых пришло очень много писем от очень авторитетных людей в области производства и продажи ножей а во вторых с частью из них у меня получилось пообщаться вживую и информации собралось очень много и а т-50 он же т-90 мы поговорим во второй части довольно детально ну вернемся к нашей истории поговорим о легенде по ней планируемое название было т-50 но фотографии прототипа попали в руки производителей реплик и первые ножи из поднебесной не заставили себя долго ждать а реакция компании кастом на эффекторе для защиты от подделок было изменение названия но опять же если ножи выпускаются в китае я имею ввиду т-90 и опять же по легенде выпускаются в цехе известного производителя реплик кевина джона то вопросов в этой истории гораздо больше чем ответа ну как я уже сказал это тема отдельного видео вернемся к ножу а как бы там ни было нож получился отличный и лично мне очень понравился важно сказать это тот случай когда нож живую гораздо интереснее чем на фотографии вероятно поэтому мой интерес к ножу и возник только из совокупности факторов во первых я уже сталкивался с ножами кастом на эффекторе в том числе и ст 90 и это думаю был главный момент второе это было подробное описание ножа а он отличается по нескольким параметрам и третий фотографии ну и как небольшое но важное дополнение поднебесная последнее время редко ошибается в том что именно нужно копировать и теперь непосредственно она же и о том что в нем понравилось и что не очень скрупулезно заниматься сравнением с оригиналом я не буду не думаю что в этом есть необходимость коснусь всего только тех деталей оригинала которые меня в нем больше заинтересовали но в любом случае это 90 я изучил довольно детально спасибо одному из моих подписчиков поэтому если будут вопросы пишите в комментариях я отвечу и так то 50 первое что мне больше всего понравилось это механика попробую это показать думаю уже понятно что говорить мы будем о подшипнике о грамотной конструкции осевого узла и о том что это флиппер и флиппер отлично второе что мне очень понравилось решение по количеству фиксирующих элементов два винта идеальная ситуация если мы говорим о разборке и сборке ножа для очистки смазки и прочее причем шлицы на винтах прямые и их можно выкручивать обычной монетой противовес можно поставить ножи где например для сборки используется 7 винтов с тремя разными размерами торксов ну или вообще как в микротек где нужно покупать специальные отвертки и за немалые деньги да вероятно уменьшение количество винтов и ослабляет немного конструкцию но это все-таки нож а не самолет как мы уже отметили это флиппер до подшипник не керамический как в оригинале стальной но все равно он есть и как для флиппер это гораздо лучше чем шайбы подшипник однорядный и 10 шаров на сторону в пластиковом сепараторе да в оригинале есть еще шайбы а в этом случае шары катаются по титану наверное какой-то далекой перспективе они выкатывают канавку но по опыту даже при очень активном флиповании а мне очень нравится флипперы это случится очень нескоро по крайней мере до критичной ситуации ну и при необходимости думаю найти нужные шайбы небольшая проблема правда нужно будет повозиться с подбором и настройкой но в принципе это возможно да еще ход клинка отличный за счет того что шарик детента керамический и он отлично скользит по около севой части клинка далее размеры общая длина 226 миллиметров рукоять 127 клинок 99 и толщина в обухе 3 и 8 и для визуального сравнения предложу бенчмейк контега бенчмейк бон коллектор и zero tolerance 562 cf хиндера ну почему я предложил для сравнения эти ножи думаю понятно t50 не миниатюрный карманный джентльмен этот нож очень близок к тому что часто называют мини ломик или мини топорик и 3,8 миллиметров в обухе это очень хорошо подчеркивает как понятно из размеров и визуального сравнения t50 довольно крупный нож при том что оригинал t90 по размерам еще крупнее на 12 миллиметров общей длины и почти на 5 миллиметров по клинку вес у t50 175 грамм его вполне можно определить в некую среднюю категорию для примера на 10 грамм меньше весит бон коллектор у zero tolerance 155 грамм и у контега 168 то есть по всем параметрам это близко к золотой середине и именно такой нож часто подбирают при таких параметрах это вполне универсальный нож хотя это универсальность с перевесом в пользу применения для тяжелых работ его вполне можно взять с собой на природу наколоть щепы порубить ветки приготовить колья и рогатины для костра перерубить кость вскрыть консервную банку и с таким же успехом носить его в сумке и при необходимости порезать колбаску хотя t90 за счет выборок немного легче 167 грамм и то что их нет в т50 пожалуй это минус уберем наши примеры и поговорим о клинке как мы уже отметили длина клинка более чем рабочая почти 10 сантиметров сведен нож как для мини топорика вполне неплохо от 54 миллиметров до 62 в режущей части и около 68 на кончике при таком сведении и выборе угла заточки в диапазоне от 36 до 40 градусов будет и отличная устойчивость к тяжелым нагрузкам и вполне приличный рез при бытовых целях я для него выбрал 38 полных градусов с микроподводом на 44 для начала это будет так а дальше посмотрим форма клинка у t50 не ярко выраженная но ближе к тому что называют шипсфуд овечье копыта хотя более классическим вариантом такой формы является вот такой нож это Бокер Ампетас видео о нем есть у меня на канале ссылку я приложу в описании но от других стандартных форм этот клинок еще дальше и от t90 немного отличается линия изгиба РК угол атаки у t90 приходится на середину клинка и это ярко выражено а после середины изгиб РК уходит вверх гораздо заметнее чем у t50 в этом ноже линия РК гораздо более эллипсовидная а длина самого РК у t90 почти на полсантиметра больше далее обработка клинка глянцевый мелкий stone wash и фиксируется клин замком фреймлок с стальным сухарем и керамическим шариком detente на клинке заявлено d2 с твердостью около 62 единиц по року причем то что это d2 у меня нет ни малейших сомнений я нож перетащивал с заводского угла около 46 градусов на 38 и в процессе репрофилирования сомнений у меня не осталось на клинке небольшой свеч как продолжение стилистики узоров на рукояти имитирующих или наваренную броню или осколки скал хотя больше всего узор похож на камуфляж крипто клиф но это кому как больше нравится давайте посмотрим поближе собственно это пожалуй самые ярко выраженные элементы дизайна которые отличают нож от других как видно титановые плашки обработаны пескоструем и вот интересное решение на камеру не видно дело в том что часть сухаря в виде лепестка фиксирует фрейм от излишнего отгибания интересное решение да еще насчет орнамента на t50 некоторые грани немного цепляют на t90 я этого не заметил а сама рукоять за счет того что нож крупный получилось очень удобно это тот вариант когда меньшие размеры вероятнее всего сделали бы хват менее комфортным даже вот этот угол на который может упереться большой палец при вот таком хвате совершенно не мешает даже наоборот эта часть для такого хвата очень удобно далее клипсы я доволен полностью и упругостью и положением и еще одна интересная деталь отверстие под темляк только на одной плашке не думаю что это хорошо или плохо скорее необычно итак подведем итоги нож очень узнаваемый и интересный как с точки зрения дизайна так и конструкции нож крупный это делает его очень удобным и практичным для аутдора также нож очень удобен в обслуживании и использовании два винта с стандартными шлицами простая разборка и сборка отличная механика за счет подшипника и грамотно продуманного осевого узла обработки клинка и плашек стонвош и пескоструй то есть не будут заметны мелкие царапины и небольшие загрязнения и главное это мини ломик или мини топорик учитывая его складную конструкцию это очень удобно и универсально и ко всему это очень красивый нож и конечно спасибо за это дизайнеру Алексею Каныгину и компании Custom Night Factory пожалуй на этом все всем спасибо за просмотр оставляйте ваши лайки и комментарии подписывайтесь на канал будет много интересного всем мира и гармонии пока